Чем бы вы ни занимались, работой или учёбой, не стоит отказывать себе в правильном питании. Ланчбокс – отличный выход. Нужно только знать, что в него положить и как это приготовить. В жизни случаются с каждым такие ситуации, когда вы летите в командировку, едете на машине в путешествие. Вам нужно что-то съесть. И не всегда попадаются качественные рестораны, где можно комфортно и вкусно поесть. Поэтому вот это вот всякое бутерброды, сухомятка, сэндвичи – невкусно, неполезно. В общем, давайте сегодня я вместе с вами приготовлю обед из трёх блюд, который вы с лёгкостью повторите сами. Это будет сопровождать вас в пути без всяких проблем. Вкусная еда, что может быть ещё дороже для нас? У меня по плану сегодня три блюда. Это белок, ну, соответственно, мясо, как мы все любим, бедро индейки, оно будет замариновано, приготовлено на гриле. Блинчики с зелёным луком и простой салат из кукурузы и арахиса с некоторыми моими дополнениями. В процессе я вам сейчас всё покажу, расскажу. Но начнём мы, конечно же, с блинчиков, потому что тесто нужно замешать и дать ему хотя бы там 3-4 минуты постоять. У меня есть чашечка, разбиваем яйцо, то есть тесто всё равно у нас более-менее классическое, базовое, которое мы сможем использовать потом в разных ипостасях. Немножко добавляем сюда сахара, обязательно соль, конечно же, воду и молоко. Кто-то делает полностью на молоке, но я считаю, что с водой всё-таки нужно разбавлять. Обязательно муку, но прежде нужно вначале венчиком всё это смешать. Аккуратно добавляем муку, ну и, по сути, базовое тесто для блинчиков готово. Кто готовит дома всегда сам, я имею в виду, если это папа, шеф-повар дома или мама, то, конечно, блинчики все умеют готовить и ни для кого не составляет труда даже на глазок накидать без весов всех ингредиентов, для того, чтобы у вас получились вкусные блины. В любом случае, даже если у вас чуть больше будет муки, например, или более жидкое тесто, ничего страшного, вы, и я так делаю иногда, когда тороплюсь, пожарил один блинчик, понял, чего не хватает, чуть-чуть добавил, и всё будет в норме. Всё, венчик, главное, помощник должен у вас быть для того, чтобы не оставалось никаких комочков. Да, я ещё всегда в тесто добавляю небольшое количество масла. Ну вот как-то так принято у нас в семье. Ну и всем рекомендую, даже в моём базовом рецепте блинов есть масло внутри. Если у вас молоко и вода тёплые, можно добавить сливочное, но если вы используете холодные ингредиенты из холодильника, например, молоко, то сливочное масло будете лить в холодную, оно у вас будет комочками скатываться, так делать не надо. Поэтому смотрите, если вдруг там чего и как, ориентируйтесь по ситуации. Блинчики у меня ещё пока не готовы, потому что я их буду делать с луком. Зелёную часть беру. В зависимости от объёма теста, сами рассчитывайте, какое количество лука нужно будет туда отправить. Вот просто-напросто мелко рубим лук, ничего особенного тут делать не нужно. Как правило, все подобные обеды с собой готовят с утра. С утра времени мало и нужно торопиться. Лук отправляю сюда, перемешиваю, смотрю, много-мало, много-мало. Я хотел, чтобы блинчики были больше вместо хлеба. И, конечно, тут много лука не стоит добавлять, потому что уже этот лук даст нам определённую ароматику. А если вы туда насыпите весь пучок, откроете бокс, запах лука разнесётся повсюду. С этим нужно быть аккуратным. Замариную мясо. Подумайте, какие кусочки вам нужны, как вам будет удобно. Это всё в дороге есть. Но в дороге, на обед и так далее, я всегда говорю, если вы пожарили целым куском, нарежьте перед тем, как кладёте в бокс. Если вы не нарезали, в дороге может быть неудобно всё это резать. Всё должно быть готово к употреблению. Нарезать будем тонкими вот такими ломтиками, чтобы, во-первых, мы быстро приготовили. Во-вторых, чтобы удобно было есть. Совсем маленькими ломтиками нельзя. Нужно резать, ну, более-менее, знаете, такими, чтобы на вилку нацепить, чтобы и жарить, знаете, маленькие кусочки. Все переворачивать в 100 кусочках или 3 кусочка более-менее адекватные, которые можно потом взять даже руками и съесть. Делаем красивые ровные ломтики. Нарезаем аккуратно, красиво. Самое главное, не забываем, мы всё-таки повара с вами. Даже если вы всего лишь рулите кухней дома. Тот, кто пробовал работать настоящими японскими ножами, никогда не забудет ощущение превосходной остроты и плавности реза. Благодаря правильному углу заточки японский нож таджира позволяет отрезать продукт одним резом, делая очень тонкие и красивые ломтики. Это настоящие японские ножи, которые изготовлены в Японии по вековым традициям. Они держат заточку в разы дольше других ножей, а еще таджира дает гарантию от заводского брака. В индейку, конечно же, как мы, без соли. Нужно подсолить ее. Обязательно добавить щепочек и сахара для вкуса. Специи, какие у вас есть, какие вы любите, добавляйте, вообще не стесняйтесь, потому что здесь нет каких-то определенных ограничений. Мы должны сделать просто-напросто индейку вкусной. У меня паприка, у меня сухой чеснок. Он не такой ядреный, как свежий. Если вы со свежим будете мариновать, конечно, все слюной стекут. Знаете, как в поезде открывает кто-нибудь курочку гриль, а там прям все... Это что за запах чеснока всего такого? Нет, вкусно. Значит, тут что-то у меня кардамон чуть-чуть был. Я люблю зиру, даже вот если она не молотая. Цельная, ее можно как перец черный. С тыльной стороной, обухом ножа, вот так вот просто-напросто растираю ее. Ни в коем случае не лезвием. Вот почти что перемолотая зира. Конечно, кусочки все равно будут попадаться, но вы знаете, кто любит зиру, особо на это не обращать внимания. Все специи молотые, и будет хорошо, если зира будет тоже молотая. Обязательно черный перчик. Все, каплю масла, это все у каждого стоит на кухне. И вот у меня два перышка вот этого зеленого лука тут остались. Куда их я буду выбрасывать? В салат я их не хочу, свежий лук мне не нужен, и вам наверняка не нужен. Немножко порежьте его сюда, добавьте. Пусть это будет такой легкий маринад. Все руками все это размешиваем, чтобы все специи распределились. Соль. Здесь не нужно на ночь оставлять, это все делается вот в секунду. Вы торопитесь. От паприки, и лука, и специи, она, во-первых, пахнет, стало хорошо. От меня все устраивает. Класс. Я надеюсь, вы сделаете такой же, и вас тоже все устроит. Пока сковородочка у меня здесь греется, заодно можно арахис для салата чуть-чуть обжарить. Можно взять уже жареный арахис, но я всегда поклонник того, чтобы арахис жарить самому, так вкуснее получается. Арахис, температура поменьше, сковородка разогрелась хорошенечко. Арахис, не гореть, не гореть. Красиво получается. Когда сам обжариваешь, вот дома как-то мы обжариваем орешки по-другому, а не дома какие-то вот по вкусу зашел другие. Поэтому я всегда говорю, ну купите. Он и как раз дешевле будет стоить, тот арахис, который у вас не пожаренный. И пожарьте его дома, вот в сто раз будет вкуснее. Когда арахис слегка обжарился, шкурка начинает отделяться, чтобы вся эта шкурка нам не попадалась потом в салате. Ее можно вот руками чуточку обшелушить. И бывает даже я никуда не пересыпаю ничего, я просто подхожу к раковине и прям к раковину аккуратно сдуваю. А потом уже из раковины все достаю и в мусор отправляю. Поэтому здесь в зависимости от ваших предпочтений сделайте что-нибудь, что освободит сковородку от лишних шкурок. Прям его уже сразу же в отсек для салата складываю. И учтите, что орехи это довольно калорийный продукт. Не надо там насыпать целую гору, потому что обед сбалансированный. Вам вот этого будет достаточно. Я сразу же добавлю сюда к арахису кукурузу. Вы перемешайте потом все сами. Да я думаю, что в процессе вашего путешествия, если у вас этот бокс будет лежать в рюкзаке, там все отлично перемешается и без специальной перемешки. Я люблю маринованный перчик. И он дома, как правило, вот у меня лично всегда стоит в банке. Он же консервированный там. Соль, сахар, уксус и так далее. Конечно, если вы едите остро, безусловно, здесь есть момент такой. Но если вы не едите острый перчик, например, вы можете что-то другое добавить. Кусочки яблока, авокадо, огурец. В общем, подумайте, что у вас есть в холодильнике для того, чтобы ваш обед путешественника был идеальным для вас. Все, сковородка готова к обжарке блинов. Можно взять кисточку и смазать саму сковородку. Я так делаю часто. Как часто? Всегда. Можно совсем без масла, но тогда блин получается другой по своей структуре. А так как мы делаем с вами в большей степени блины не столько сладкие, сколько наоборот, не сладкие, а закусочные вместо хлеба. Поэтому здесь этот момент важен. На сковородочку берем блин. Все. Даже если он будет чуть-чуть толстоватый, мы к этому вообще и стремимся. В тонком блине лук будет прогорать. Поэтому все блины с припеком, а у нас по сути с припеком, ну вот в русской традиции есть такая штука с начинками, его делают чуточку толще. Регулируем температуру, пусть это все будет так, как и происходит. Так, блинчик надо переворачивать. Смотрим. Оп. Все, с той стороны он полностью поджарился. Все, с этой стороны дожариваем. Видите, можно и сливочным маслом смазать, можно и растительным маслом смазать. Здесь, в общем, нет каких-то принципиальных отличий. Главное, чтобы блин не подсыхал. Хотя в пластиковом боксе, конечно, он подсыхать не будет, потому что там влажность сохраняется, и от этого блинчики всегда будут мягкими. Все, но я вот всегда чуть-чуть немножко смазываю еще их дополнительно. Он должен пропечься в любом случае. И все, как только пропекся. Ага, о, отлично. Все, я его складываю, рассчитываю на 4, так сказать, конвертиком. Опа. И сразу отправляю в бокс. Тут же сверху добавляю маслица, чтобы он у нас под своей температурой не высыхал. Видите, я как раз оставил большую часть, потому что блинчики, чтобы у нас они не были скомканы. Аккуратно положили все, чтобы они свободно лежали. И пока у меня дожаривается последний блин, включаю разогреваться мультиповар, потому что у меня сегодня по плану обжарить индейку на гриле. Жарить индейку я буду с помощью мультиповара от Morphe Richards. В комплекте мультиповара есть сковородогриль, глубокая сковорода и лоток для приготовления на пару. Это идеальное решение для тех, кто любит готовить быстро, просто и разнообразно. Антипригарное покрытие позволяет готовить более здоровую пищу и облегчает уход за мультиповаром. Функция непрерывного нагрева обеспечивает равномерное приготовление пищи. Бытовая техника Morphe Richards – это сочетание удобства, качества и современного дизайна. Мультиповар шикарно разогрелся. На индейке у нас есть уже масло, поэтому мы сюда ничего не льем. Только лишь разбрасываем аккуратно по поверхности кусочки, для того, чтобы они у нас поджарились. Где-то лучок там, может быть, подгорит, но ничего страшного, мы его брать с собой не будем. Главное – проследить, чтобы ничего нигде у нас не перешло, а в каких-то более крупных, чтобы они не остались сырыми. Поэтому все нужно быстро-быстро-быстро раскидать. Вот таким образом. Пока у меня еще горячая крышка. Я разогревал его вместе с крышкой. Крышка тоже нагрелась. И пусть под крышкой больше компилируется тепла, для того, чтобы индейка интенсивнее готовилась. Что нам осталось сделать еще? У меня есть мята, которая, на мой взгляд, она немножко подвяла, такое бывает, ничего страшного. Как раз вы дома достаете, если вчера мята у вас не ушла. Отделяете листочки. Можно укроп использовать, можно петрушку. Но мята вкуснее всего. Острый перчик, арахис и кукуруза – плотные и довольно калорийные ингредиенты. Мята как раз нам даст свежесть. Великолепно будете себя чувствовать в этом салатике. А вы откроете для себя что-то новое. Несмотря на то, что это обед с собой, это же не значит, что мы должны есть что попало. Нужно есть вкусно. Салатик нужно приправить. У меня здесь жидкость от кукурузы, которая сделает его более сочным. Потом небольшое количество соевого соуса. Это не вместо соли. Это ингредиент, который имеет свою соленость. И дополнительно соли я добавлять не хочу. Если у вас есть желание добавить больше соли, добавляйте. Проблем никаких нет. И, конечно, обязательно растительное или оливковое масло. Я предпочитаю чаще растительное, подсолнечное. О, великолепно. Все, можно перевернуть. Жарится все классно. Индейка моментальная. Мясо такое, которое моментально готовится, как и курица. Здесь его полчаса держать не надо. Все перевернул. И через пару минут у меня уже все будет готово. Индейке надо-то всего 2-3 минуты. Ну, условно, конечно. И вот аккуратно выкладывайте в отсек для индейки красивые поджаренные кусочки. Помимо того, что они поджаренные, вы же видели, да, что я замариновал с паприка. Паприка дает свой цвет. Вот эту фактуру, структуру. Индейка ничего с ней не будет. Она остынет. Станет более плотной. Я такие вещи, например, если беру с собой, никогда не разогреваю. Ем холодное мясо, потому что для меня, например, комфортнее. Холодное есть, чем думать о том, как, откуда разогреть. С другой стороны, если вы возьмете много-много боксов, вам будет с ними неудобно таскаться. Поэтому я всегда стараюсь компактнее разместиться для того, чтобы комфортнее было потом перевозить, следить за этим. Ну и, конечно же, оптимально употреблять в пищу, потому что порой бывает, что нет микроволновки рядом или еще чего-то. И поэтому я стараюсь сделать так, чтобы можно было это есть даже в холодном виде. Значит, остатки сладкие. Лимон-то точно у всех есть. Для салатика лимон нужен обязательно. Сюда чуть-чуть. Ну и я на мясо еще каплю. Знаете, чтобы оно у нас, так сказать, вот процессы ферментации происходили. Не ферментация, а, как бы сказать, кислота помогает ему немножко становиться мягче, есть комфортнее, как консервант поступает и так далее. Теперь нужно это все аккуратно закрыть. Сначала блинчики. Теперь мы переворачиваем боксик вот так. И что мы имеем? Целый обед! Даже если вдруг вы поймете, что вы наелись половинкой, можете своей второй половинке половинку этого прекрасного обеда отдать. Здесь калорий хватит на всех. В общем, записывайте, запоминайте этот простейший рецепт. Это даже не совсем рецепт, а тут целых три рецепта, которые вы можете использовать потом когда-нибудь у себя, и не только на работе, но и дома. Посуды было испачкано минимальное количество, чтобы потом минимально тратить время на ее помывку. Меня зовут Василий Емельяненко. Если вдруг вы решили, что вам когда-нибудь еще пригодится походный обед, фитнес-обед, приходите ко мне на программу. Я вам буду рассказывать маленькие секретики, как это все упаковывать, как готовить, как собирать, какие сочетания. В общем, жду вас снова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин